Друзья, мы оказались в настоящем ёлочном лесу. Волшебный ёлочный лес. К нам пришла гостья, которая буквально уставила всю нашу студию волшебными ёлками. Маргарита Сырцова. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. Выпускница Государственного университета ёлочного факультета. Оказывается, есть и такой. Ну хватит, за счёт ты дезинформируешь наших зрителей. Раз в полгода такое бывает. Конечно, конечно, нет. Расскажите, Маргарита, кто создавал все эти прекрасные ёлочки? Ёлки являются отчётным заданием студентов первого курса нашего университета, Санкт-Петербургского государственного университета. Факультета? Факультета искусств, образователя программы «Графический дизайн», кафедра дизайна. Задание авторское было придумано около 14 лет назад Тамарой Индиктной-Ливандовской, нашим преподавателем, членом союза дизайнеров. Выросло оно из ещё одного задания «Разрушение куба». А вот это ёлка Татлина, да, я так понял? Я узнал, это знаменитая. Вчера я услышала мнение, что это Эйфелева башня. Ага, Эйфелева ёлка, стало быть. Эйфелева ёлка. Из чего тут только нет ёлок? Вот, я не знаю, попробуем рассказать. Это из бумаги, да? А вы самые такие выдающиеся, да, работы? Ой, там ещё одна. Ой, ещё одна спряталась, как-то мы её не заметили. Ёлки мобильные, причём оказались. Вот это из алюминия, я боюсь что-нибудь не то сказать. Вчера, по-моему, да. И использованы, я так понимаю, материалы, которые были где-то до этого использованы. Суть задания в том, что ёлка сохраняет, соответственно, форму, да, основные формы. То есть таким образом студентов учат проявлять свой графический язык и развивать свой графический язык. А что такое «Разрушение куба»? Позвольте задать такой праздничный новогодний вопрос. Сейчас Маргарита скажет, а проект «Разрушение куба» родился из проекта... Мы сегодня про ёлки. Да, давайте лучше про ёлки поговорим. Суть в том, что мы оставляем основные характеристики, то есть мы пишем список слов, таких как конус, да, ёлка, она у нас в виде конуса. Таких как нарядное, таких как украшение. Мы берём цвет. Из этого списка слов мы выделяем основные характеристики, которые являются метафорами. И уже с этими метафорами мы работаем, преобразуя его в такой праздничный арт-объект. А мне очень нравится ёлка из прищепок. Можно мне её посмотреть? Давайте все прокомментируем, потому что... Из прищепок. Смотрите, да. А, тут и прищепки, и сканцелярские, и сканцелярские. А у меня в руках, друзья, эта ёлка, она из пластиковых ложек, из одноразовых, да, обратите внимание на это. С французским золотым маникюром. Это ложечки, да, да, да. А это самые такие выдающиеся, да, работы, я так понимаю? Это, в принципе, практически всё, что осталось после нашей ярмарки. Уже в течение пяти лет мы проводим благотворительную инициативу в пользу фонда Дети Белла, да. И вот пятый год сейчас был, когда это становится... Это не только задание отчётное. По чём ёлочки уходят? Вот это, вот это будет. 250 морейки, 500 больших. А это маленькая или большая? А сдача, сдача нет. Нету таких мелких, нету, но мы потом с вами уже... Не-не-не, я возьму, но это благотворительный тем более проект, конечно, я куплю какую-нибудь ёлку. Это называется дизайн в радость. То есть дизайн, он должен быть не только красивым, но ещё и утилитарным и полезным, и все грани. Мало того, все эти ёлки, они выставлялись в прошлые выходные в ботаническом саду, да, когда там был сад чудес. Мне кажется, что вот мне бы, например, хотелось посетить вообще целую большую выставку таких ёлок. Есть в планах что-нибудь такое? Это они разошлись по рукам? Есть, в следующем году. Ну вот в этом году разошлись. Будет обычно вот каждый год мы так и проводим. У нас на протяжении четырёх лет это проходило в интерьерных галереях, поскольку и даже часть из тех объектов, которые здесь уже есть, их просто ещё не забрали. Например, вот эта ёлочка, она уходит в зениту. Зениту? Можно посмотреть? Из визных пробок? Из визных пробок надо завести. Это не я выбирал. А кто выбирал? Слушайте, а какие самые... Я так понял, что самые крутые ёлки всё-таки раскупили, да? Да. Да, какие самые классные были из самых необычных материалов, которые можно сказать? Теликом, целиком из скрепок. Две ёлки шли в русский музей. В русский музей? Теперь их можно увидеть в постоянной экспозиции. Ну, видимо, где-то в куар. Это, наверное. Перед Новым годом их будут выставлять. Маргарит, вы принесли нам сюда цитрусовые для того, чтобы мы из них сделали ёлку. Оказывается, друзья, можно сделать ёлку, имея дома всего лишь грейпфрут, апельсин и мандарин. И ещё деревянную шпажку, правильно? Да, потому что... У нас полторы минуты на этот экшен, на этот действитель. Времени мало, да? Берём по стандарту. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Давайте я разгребу ёлку, пока с дровосеком поработаем. Ёлочные завалы. Так. Три. Три. И, собственно, втыкаем. Четыре. Собственно, втыкаем. Это пика. Втыкаем пику посередине. Друзья, вообще элементарно. Вот у нас осталось 60 секунд до рекламы. Я уверен, что мы успеем. И украсить ещё. Держится? Это больше похоже на снеговика. Да, да, да. Смотрите, следующее задание. У нас гирлянда обычно... Так. Обматывает. Под спирали. Под спирали. Мы берём... Что у нас ассоциируется с Новым годом? Семечки, конечно. Это цитрус. Это не семечки. Это гвоздика. 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 У неё есть ножка. Соответственно, мы начинаем намечать контуром. Берите. Я бы не додумался, конечно. Вот гвоздика. Намечаете контуром по спирали. И плотненько упаковываете. У вас, во-первых, будет запах. Это аромат Нового года. А сочетание... Можно ещё корицу сверху посыпать. Посыпать корицу. Я только хотел сказать. Вот что значит творческие люди. Друзья, наша ёлочка будет готова через несколько минут. Маргарит, спасибо. Огромная реклама на Live78 прямо сейчас. Спасибо.